Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с представителями сфер социальной защиты населения и семейной политики. Были подведены итоги деятельности учреждений в прошлом году, определены задачи на текущий период. В общей сложности в Тверской области система социальной защиты и семейной политики объединяет 88 учреждений, в которых трудится свыше 6000 работников. В Верхней Волжье действует около 100 федеральных и региональных мер поддержки, которые охватывают более 460 тысяч человек или почти 40% населения. Это ветераны, семьи военнослужащих, пенсионеры, инвалиды, дети-сироты. Большой комплекс федеральных и региональных мер действует в регионе по поддержке семей с детьми. Особенно это важно для молодых семей. Если говорить о двух задачах, это те, кто работает со старшим поколением, там же люди сложившиеся, со своим мировоззрением, со своей системой ценностей, со своими уже приоритетами. А молодые семьи это те, кому мы должны помочь и поучаствовать в формировании характера и воспитания нашей молодежи. Также президентам страны поставлена задача по улучшению благосостояния многодетных семей. В том числе за счет заключения социального контракта. За последние три года, благодаря этой мере, в Тверской области у более чем 5,5 тысяч семей появился стабильный источник дохода. Например, за счет открытия своего дела, получения востребованной специальности. По поручению Владимира Путина будут выделены дополнительные федеральные средства на расширение доступности соцконтракта. Что касается Верхневолжья, то, как отметил Игорь Руденя, за последние 10 лет у нас количество многодетных семей увеличилось более чем в два раза. И сегодня уже составляет более 15 тысяч. Только с начала этого года в регионе появилось свыше сотни новых больших семей. Каждая многодетная семья для нас сегодня – это новая возможность. Новая возможность по улучшению нашей демографии. Президент дал старт в этом году новому национальному проекту «Семья». И очень важно, чтобы в семьях именно воспитывались наши настоящие национальные государственные ценности. На встрече обсуждались и другие меры социальной поддержки. В частности, по словам Игоря Руденя, повышенного внимания требует работа в рамках президентской программы социальной догозификации. Она касается ветеранов, многодетных семей, семей участников СВО, инвалидов первых групп и других категорий населения. В 2023 году в Тверской области такой мерой воспользовались 258 человек. Свыше 8300 жителей получают в Верхневолжье услуги по социальному обслуживанию на дому. Это помощь в приобретении продуктов, питания, лекарств, приготовлении пищи. Также в нашем регионе проводится ремонт и оснащение новым оборудованием, мебелью и транспортом, социальных объектов, а также учреждений подведомственных Минсемьи.